Добрый день, уважаемые белорусы! С вами советник юстиции Олег Толерчик. Недавно в белорусском публичном пространстве вновь громко и неблагозвучно прозвучало имя одного из антигероев расследований Байпол, бывшего губоповца, а ныне пока еще начальника Департамента обеспечения оперативно-розыскной деятельности МВД, полковника милиции Паршина Андрея Евгеньевича. Именно этот высокопоставленный чин диктаторского режима в лучших, в кавычках, традициях давно уже антинародной и антизаконной милиции в очередной раз подкрепил имидж своего ведомства как исключительно карательного органа, устроив 21 июня по месту своего жительства в Минском жилищном комплексе «Каскад» конфликт с группой несовершеннолетних, в ходе которого незаконно применил оружие, выстрелив и ранив ногу 16-летнего подростка. Этот случай получил широкий общественный резонанс и в очередной раз обнажил всю гниль и звериную личину выстроенной в стране диктатора охранительной системы. Ведь несмотря на грубейшие нарушения со стороны начальника Дуорда Паршина, требования все еще тлеющих в Беларуси угольков законодательства, регламентирующих порядок и условия применения физической силы и оружия сотрудниками органов внутренних дел, в рамках возбужденного по указанному факту уголовного дела, подозреваемым в совершении преступления лицом признан отнюдь не он, а 16-летний мальчишка, не побоявшийся ответить по-мужски распустившему руки 48-летнему взорвавшемуся менту. Ну а как же иначе, когда в захваченной преступным путем стране понятия добра и зла, дозволенного и преступного, определяются не нормами морали и права, а извращенными понятиями уркаганов из АПГ во главе с совхозным диктатором. Но так будет не всегда. И для этого в сегодняшнем нашем выпуске мы вновь рассекретим для вас тайны уже печально знаменитого Дуорда, того самого возглавляемого Паршином милицейского подразделения, которое до прихода его на должность начальника считалось самой секретной службой в системе МВД и о внутренней кухне которой ранее не имели четкого представления даже сами сотрудники органов внутренних дел. Ну что, поехали! Кратко напомним, что в предыдущих наших расследованиях мы демаскировали святая святых из тайны Дуорда. Гражданские организации, под прикрытием которых на самом деле скрываются подразделения службы, занимающиеся наружкой, прослушкой и другими тайными мероприятиями по осуществлению негласного контроля за жизнью граждан нашей страны. Еще раз назовем данные организации. Это государственное научно-исследовательское учреждение Белкомсистем, до 2011 года известное как проектно-производственное объединение Особстройпроект, государственное проектное учреждение Грозолит, а также государственное проектное учреждение Ларискор. И если под вывесками Белкомсистема и Грозолита скрываются подразделения Дуорда, в которых под прикрытием проходят службу штатные сотрудники органов внутренних дел, то в Ларискоре трудоустроена исключительно агентура, то есть платные агенты, резиденты и содержатели явочных помещений. В предыдущем выпуске, посвященном тайнам Дуорда, мы предупреждали руководство МВД о том, что нам известны имена платной агентуры ведомства. Теперь же, после вопиющей выходки экс-губоповца Паршина в каскаде и не менее вопиющих и наглых попыток МВД при содействии штатного фальсификатора уголовных дел Следственного комитета представить белорусскому обществу указанного начальника как жертву хулиганского нападения, список этих агентов стал достоянием гласности. Ознакомиться с их персоналями подробного вы можете на телеграм-канале Киберпартизан, Киберсливы. При этом наверняка вы обратите внимание на схожий типаж этих лиц и наличие в их биографии криминального прошлого. И это не случайно, потому что большая часть из работников Лорискора являются так называемыми вкаровцами или агентами для внутрикамерной разработки. И трудовые места у них находятся в местах лишения свободы, а также в камерах ИВС, ЦИП, СИЗО и тому подобных. Работа вкаровца носит секретный характер, требует соответствующего оформления и соблюдения условий конспирации, принятия определенных мер безопасности. И за оказанные системе услуги эти люди ежемесячно получают зарплату, а потом и пенсию. Все, кто имел несчастье побывать в упомянутых спецучреждениях, смотревшись в эти лица, смогут увидеть в них своих сокамерников, которые, притворяясь доброжелателями, задавали различные вопросы, убеждали пойти на сотрудничество с операми и следователем, во всем признаться. Одного из таких агентов, штатного вкаровца Губопика, заброшенного в начале этого года режимом в Польшу для работы по представителям демократического движения Беларуси, Байпол раскрыл еще в январе этого года. Ссылку на расследование вы найдете в описании под данным выпуском. Вспомните, сколько тогда было пересудов о том, обоснованы ли и чем подкреплены наши утверждения относительно агентурной деятельности Вячеслава Быстрого под псевдонимом «Волк». Ну и вот фотография того самого Быстрого, как работника ГПУ Ларискор, читая платного агента МВД, красуется среди опубликованного списка. По данному агенту хотим лишь добавить, что после опубличивания нами связи Быстрого с Губопик МВД Беларуси, власти Польши отказали ему в предоставлении международной защиты, как якобы пострадавшему от действий диктаторского режима в Беларуси. Ну а теперь небольшая историческая справка. Принято считать, что агент внутрикамерной разработки – это чисто российское изобретение. Ну и действительно, куда же без России в вопросах грязных приемов, хитрости, подлости и коварства? Действительно, впервые агенты ВКАР появились в российских тюрьмах еще в середине XIX века. Так, о внутрикамерных агентах свидетельствует наш знаменитый соотечественник – Игнатий Домейко, участник национально-освободительного восстания 1831 года, ставший прообразом одного из литературных героев поэма Адама Мицкевича Дзяды, а впоследствии одним из отцов-основателей республики Чили. В Виленской тюрьме, в камеру, куда Домейку бросили после ареста, под видом его соратника по восстанию был помещен полицейский агент. Однако действовал тот столь топорно, что спустя несколько дней был с позором разоблачен. Примечательно, что эффективность работы на седок испытал на себе и будущий сооснователь советской репрессивной системы Феликс Дзержинский. Несколько месяцев он просидел в камере центральной варшавской тюрьмы с арестантом, который быстро втерся к революционеру в доверие. Более того, несмотря на природную подозрительность, Железный Феликс проникся к сокамернику уважением. А на суде выяснилось, что тюремный собрат был платным агентом политической полиции. Став председателем ВЧК, Дзержинский не забыл полученного за решеткой урока. И институт тюремных стукачей буйным цветом расцвел во времена ленинских, а затем и сталинских лагерей. Использование внутрикамерных агентов как давнюю традицию правоохранительных и репрессивных органов отмечают и исследователи становления правоохранительной системы советского периода. Тайная полиция, обеспечивающая в большей степени не государственную безопасность, а проведение непрерывного террора и уничтожение целых социальных групп населения, опиралась в том числе на работу негласных помощников, вербовка которых позволяла получать самую разнообразную информацию обо всех интересующих лицах и событиях, в том числе вымышленную и необходимую для фабрикации политических дел. С этой целью после ареста обвиняемый оказывался в специально подготовленной обстановке и окружении, которое должно было подвинуть его на признание своей антигосударственной и иной преступной деятельности. Особенно значительная роль была отведена на сеткам в годы большого террора. Для агентурной работы в 1937-38 годах было характерное использование главным образом внутрикамерного как осведомления, так и давления, благодаря чему следователи не только получали информацию об арестованных, но и руками агентов буквально выбивали из своих жертв нужные признания. Ничего не напоминает? Вам, нам, за прошлое наших спецслужб чекистов стыдиться незачем. Нет никакой причины. К сожалению, все эти извращенные чекистские методы работы из мрачного советского прошлого буйным цветом вновь расцвели в современной Беларуси. У чекиста должны быть чистые руки, горячее сердце и холодная голова. Это высказание столетней давности актуально и поныне, и давно возведено в жизненный и профессиональный девиз сотрудников органов государственной безопасности. И рецепт избавления одних только один. Полное уничтожение диктатуры и привлечение к уголовной ответственности всех ее архитекторов и сподвижников. Понятное дело, что каждый из таких тайных агентов для карателей диктатора представляет особую ценность. И для их защиты, как основного своего инструмента работы с гражданами, современные опричники Беларуси готовы на любые ухищрения, вплоть до преступлений. Ведь это так удобно, когда иногда не до законов. Правда? Наглядный пример этому разговор заместителя начальника Дзержинского РОВД Маркевича Андрея Николаевича и бывшего начальника главного управления уголовного розыска МВД Сверида Максима Александровича. Слушаю, Маркевич. Алло, Николаевич, добрый день. Добрый. Это Сверид. А, здрая зылаю. Как дела? Александрович, нормально. В Дзержинске слышно? Что в Дзержинске слышно? Там есть бролеры, колбаса. Что там хорошее у вас? В Дзержинске все хорошо, Александрович, блин. Только тебя не хватает. А что, Максим? Хватит того, что ты там есть. Да? Ну, пока еще есть. Подлил пока на три года. А чего только на три? А мне хотел бы на пять, но ты же понимаешь, не продлили. У меня на пятом, получается, полгода остается до окончания службы. 48 лет. А, у тебя же... Поэтому мне нельзя, да. У тебя же должность не полковничья, да? Да, да, да. А ты уже куда-то на полковника двигаться. Ай, Максим. У меня трое детей. Куда мне уже двигаться, блин? Мне надо тут дом достроить. Полковник, я только что, сам понимаешь, могу получить где-то в другом районе. Да какой там рядом у тебя район, бля? Люденький, бля. А у меня рядом, блин, все такие маленькие, второй категории, поэтому... Ну, как у тебя дела? Борисов, короче, поедешь. Вместо этого, блин. О! А ну как его там, блин, этого... Могилевщины. Да я шучу. У меня аж сердце ёкнуло, блин. Шучу. А? Все хорошо, что я тебе звоню? Там начальник РУСК у вас адекватный, нормальный хлопец? Знаешь, как-то, блядь, вот периодом, и как есть обострение луны, блядь, какие-то, да, вот у этих психов, блядь, вот у него, то вроде тут нормальный, блядь, то потом... А что, он не милиционер, откуда он выходец? Ну, не, он еще был, начинал при милиции. При милиции, ну, там буквально сколько это все продлилось? Когда их создали? В 11-м году или в... Начинал как следователь или уже был как руководитель? Не-не, он начинал как следователь. Как следователь. Смотри, ситуация. У нас тут есть проблема, вопрос по одному нашему источнику платному. Так. Есть там кое-какой запрос от них. Ну, хочет, хочет, Микулич Сергей Леонидович завтра подъехать, там... Ну, я, наверное, понял, по какому ты источнику говоришь. Ну, да, да, ты его, наверное, узнаешь. Ну, конечно, знаю, так оно же и наше будет, блин. Да, они же запрашивали там у нас какую-какую информацию, так сказать, разрешить в рабочем порядке этот вопрос, чтобы там как-то выйти сухими из воды для источника. Потому что там какая-то хуйня в ходе расследования. Участковый у него брал какие-то бумажки с его подписями. Ну, какая-то хрень там. Там подъедет он, поговорите, посмотрите, что там можно сделать с наименьшими потерями. Так, я сейчас посмотрю. Дело тут у меня на третьем этаже, у следователей, да. А именно он брал справку, я так понимаю, из места работы, да? Конечно, да. Ну, я видел, он же был тут, сидел в кабинете, он говорил, что приехал в комитет предоставить. А что возникли вопросы по месту работы? Ну, я все понимаю там, скорее всего, да, или что? Ихли вопросы по графику его, по режиму работы в августе месяц. Там что-то какие-то вопросы по следствию, по повреждениям в августе. А он сказал, что я в августе был в командировках. А не предоставьте информацию по, что за командировки по графику работы, по режиму работы. Мы не хотим рассекречивать. Я понял. Смотри, я сейчас усочню у кого у следствия, да, дело. Может, даже Микуле еще не надо ехать. И я сейчас подойду, посмотрю нахрен, что там, зачем это им надо. Банальная для современных карательных органов история. Агент, работающий по внутрикамерной разработке, подозревается в совершении преступления. А ведь терять агента жалко. Куча бумаг. Да и заменить кем-то надо. Ну, а без агентуры сегодня карательным органам, ну, как без рук. Смотрите сами. Проведение внутрикамерной разработки разрешено сегодня в комнатах для задержанных и иных помещениях районных управлений городских районных отделов органов внутренних дел. ОВД на транспорте, изоляторах временного содержания, центрах изоляции правонарушителей, следственных изоляторах, исправительных учреждениях, арестных домах, уголовно-исполнительной системы и иных местах содержания задержанных и арестованных. То есть везде. Перед водворением в камеру спецучреждения ОВД агент, участвующий в ОВКАР, инструктируется сотрудникам оперативного подразделения. После чего ему предоставляется для ознакомления и подписания специальное задание. Вот такого вот образца. Для проведения агентурной разработки осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также лиц, содержащихся под стражей в СИЗО или находящихся в ЛТП, в оперативное подразделение указанных учреждений инициатором разработки направляется задание-ориентировка. Ну а результаты работы внутрикамерного агента оформляются вот такой вот справкой. И еще куча бумаг по вербовке и оформлению, так сказать, на работу самого агента. Ведь хоть в стране давно уже не до законов, но бюрократические процедуры никто не отменял. У диктатуры каждый пук должен быть зафиксирован, задокументирован, доложен, приложен, отражен в рапорте, справке, подкреплен рапортом на рапорт, справкой на справку и так далее. И чтобы никакой инициативы, зато вместо нее для всех жесточайшая ответственность. С одной стороны, такое бумагоморательство с грозно сдвинутыми бровями и серьезным видом вызывает презрительную усмешку, а с другой удовлетворение от понимания того, что пока шпиц жрет на столе у своего хозяина, система создана им, пожирает самого себя. В том числе благодаря созданным условиям службы в карательных органах, культивирующим в своре тотальное недоверие друг к другу. Алло. Алло, Александрович Маркевич. Да. Слушай, ну сейчас попробовали как бы зайти через следователя, да? Кто? И начальник розыска. И она ни в какую уперлась, блядь, это я знаю зачем. Либо этот, ну начальник розыска, так еще более с ней поговорил, что-то там наплел, блин, что он в командировках был. Я так понимаю, нужны сведения по дням, то есть когда он причинял там эти телесные скандалы, ссоры были, со свидетельницей этой или женой его, или в это время он находился в командировках, блядь. Ни в какую уперлась она мне не сказала. Так не сказала что именно? Ну вообще зачем ей нужны сведения, по каким дням он был. Он, короче, так, я так понял. Смотри, он сказал, что работает в строительной компании какой-то разнорабочем и ездит по командировкам. Вот она запросила сведения в этой строительной компании, в какие дни он был в командировках. Ну, в Рискоре имеется в виду, да? Да, 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 да. То есть просят предоставить сведения, да? Да, да. Ну и пошла на хуй предоставимые сведения. А, ну таки все, все и верно, потому что я больше не стал углубляться там в эти нюансы, блядь. Я думаю, Андрею Владимировичу не надо там ехать к этому ебку будем так заварить, бля, начальнику следствия и что-то там углубляться. Хорошо, понял тебя. Ну, хорошо. Спасибо. Все, давай, с праздником. Ладно, не нашли понимание у следствия. Ално ведь всегда относилось к операм как к рабам, обязанным генно и ношно неустанно батрачить на плантациях предварительного расследования. Но когда даже, казалось бы, близкая по духу Веринская Татьяна Федоровна, отвечавшая в Дуорде за часть работы Ларискора с контрактниками, отказывается идти навстречу руководства ГУРа, тут уж карателям действительно впору вспомнить историю о пожирающей себя Гидре. Да, Максим Александрович. Сергей, ну смотри, озвонился мне Варкевич, говорит, ну, ***, говорит, долб***ов, там, начальник следствия, это следовательница Деваха. Говорит, пошли с ней, значит, хотели проговорить нормально. Она, нет, он мне предоставил сведения, что в эти дни, когда якобы избивал свою сожительницу, он находился на работе, мне нужны данные. Так давай предоставим, что он такой-то, такой-то пролежиток времени находился в командировках. И все, эти две даты, когда он в ВС заезжал. Так они не могут, ну, эти самые, уже Федоровна со своим руководством проговаривала, и за своей подписью они это сведения таких предоставлять не будут. Почему? Вот в чем вопрос. Почему, почему? Ну, ой, блин, как тут. Могу с ней зайти, чтобы она объяснила. То есть, у нас суть вот этой вот легендерной организации только лишь для легализации в последующем их занятости. И, то есть, мы на уровне решаем, оплачиваем ФСЗН взносы, ну, точнее, отчисления идут, так? И когда после того, как он прекращает свою, ну, так называемую, трудовую деятельность, да, или оказание конфиденциального содействия, в ФСЗН выходит информация, что он, ну, на период 10-15 лет работал, и это дает ему право на начисление пенсии, пенсионного обеспечения. Мы же предоставляем информацию следователю, не освобождаем его ни от каких обязанностей, не даем никакое право. Лишь говорим легендированно, что этот человек в период с такой-то, какого-то времени находился в командировке, он не мог находиться в Держинске, он находился в командировке. Я не могу понять, почему мы не можем дать такие сведения. Ой, блин, ну, как-то этот, ну, я сейчас попробую еще раз. Прости, ты, блин, ну, такое-то, такое-то, мы предоставляем ей сведения, когда он у нас работал, когда он содержался в УВС. И почему на эти даты не может дать, что он находился, там такой работник такой-то, находился в такой период времени, в командировке, он отсутствовал за пределами города Держинска. Ну, тут там уже, там, а этот, этот, не, ну, сейчас попробую переговорить, если что, зайдем к вам тогда. В итоге агент пал жертвой бюрократии. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Беларусы. Сегодня государственная власть Республики Беларусь удерживается диктатором Лукашенко неконституционным путем, с применением насилия, что уже повлекло гибель людей. То есть через совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 357 Уголовного кодекса Республики Беларусь, заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти. В продолжение преступной деятельности, направленной против интересов государства и белорусского народа, указанное лицо предоставило территорию Республики Беларусь и ее воздушное пространство для осуществления Российской Федерации акта военной агрессии в отношении Украины, что квалифицируется как преступление против мира и безопасности человечества. И подпадает под действия части 1 статьи 122 Уголовного кодекса «Подготовка агрессивной войны». Указанные преступления являются особо тяжкими. Их совершение карается вплоть до применения высшей меры уголовной ответственности – смертной казни. Но главную опасность данных преступлений несет в себе то обстоятельство, что они длятся непрерывно во времени, до момента их пресечения. Это означает, что каждый гражданин Беларуси и весь белорусский народ в целом до физического отстранения Лукашенко, а также соучастников его преступлений от государственной власти и начала их уголовного преследования находится в состоянии непрерывного преступного посягательства на его жизнь, здоровье, конституционные права и интересы, а также интересы общества и государства, в том числе связанные с угрозой утраты белорусами национальной идентичности и государственного суверенитета. При указанных обстоятельствах в настоящее время любые действия гражданина Республики Беларусь с применением любых средств, в том числе военного назначения, по защите от названного посягательства, либо предотвращению и устранению опасности наступления его неблагоприятных последствий, в том числе за счет имущества государства и юридических, либо физических лиц, в силу положений статей 34 и 36 Уголовного кодекса Республики Беларусь, необходимая оборона и крайняя необходимость не являются преступлениями и в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь не влекут за собой наступление уголовной ответственности. Присоединяйтесь к мобилизационному плану Перамога. С Перамогой мы защитим себя и свою страну. Живи, Беларусь! Редактор субтитров А.Семкин